В этот раз здравницы Минвод Кавказа принимают у себя необычных гостей. Ведь лечебную программу для каждого будут составлять, исходя из индивидуальных особенностей здоровья. Глава города-курорта Железноводска уверяет, для успешного оздоровления детей, перенесших ковид, есть все необходимые условия. Наш город с его воздухом, лечебным, полным кислорода, фитонцидами, натуральными природными антибиотиками, которые для человека являются те вещества, которые выделяет наш лес. Конечно, это наши бюветы, прогулки в лесу, плюс большая программа педагогической воспитательной направленности, спортивной направленности, которую подготовили и санаторий, и, конечно же, сам город, для того, чтобы ребятам было не только полезно сейчас восстановить все функции организма, но чтобы было интересно, было приятно, весело, задорно. Лечение ожидает детей после обязательного двухдневного медицинского осмотра. Поэтому пока гости смогли оценить только диетическое питание. Сейчас они просто осваиваются. Мы приехали, дорога была хорошая, здесь было тепло, хорошо. Чего ждете? Хороших эмоций, с хорошим настроением уехать, позитивом подлечиться. Помимо переболевших, в числе первой группы прибывших дети из многодетных семей и детских домов. В Железноводске они впервые. Приехал я с Прохоровского детского дома, чтобы поправить свое здоровье. Все нормально, тут красиво очень, все устраивает, все нормально. Нам очень было приятно, что нас сюда пригласили. Нам все понравилось. Очень уютный поезд, очень хорошее отношение. И судя по тому, что все было очень организовано, я думаю, что отдых у нас тоже будет замечательный. Санаторий Дубово-Роща имеет богатый опыт в приеме детей без родителей. В связи с тем, что у нас есть автономное детское отделение, которое функционирует уже много лет, где проходят лечения дети из разных регионов России. Поэтому для нас это не новое мероприятие. Но мы очень рады, что смогли открыть свои двери и принять у себя деток из Белгородской области. Курс процедур, которые помогут в реабилитации белгородским ребятам, начнется уже завтра. А через две недели для оздоровления сюда приедет вторая группа детей. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительствами нашего региона и Старопольского края в зимний период в санатории кавказских минвод примут тысячи школьников из Белгородской области. Михаил Перетокин. Программа «Такой день» на мире Белогория.